Крещенские купания вновь под запретом. В Карганте второй год подряд не будут делать купелей на водоемах. Чем это объясняют и как на происходящее смотрит православная церковь, выясняли наши корреспонденты. Сегодня представители управления по делам религии официально заявили, что прорубей не будет, поэтому не будет и купаний. Связывают это с ограничительными мероприятиями из-за распространения COVID-19. Священники не будут освящать воду в водоемах. В течение двух дней православным предлагают приходить к храмам и набирать святую воду. Эти купания, как объясняют наши историки, они появились после рождественских гуляний. Когда человек участвовал в этих каких-то, может быть, не совсем крестьянских гуляниях, то ради того, чтобы подготовить себя к празднику крещения, человек, желая как-то внешне выразить то, что он как-то хочет очиститься от всякой ненужной греховной грязи, он погружался в купель. Опять-таки, это такое народное объяснение, которое не находит никаких церковных уставов, постановлений, которые написаны в наших церковных книгах. По церковному уставу освященные водой окропляют людей, жилища, вещи. Ее можно пить глотками натощак, умываться, набрав воды. Можно также зайти в храм, помолиться, поставить свечу. Богослужения в храмах проводиться будут, но без массового скопления прихожан. Священнослужители подчиняются правилам государства. Когда человек подходит к таинству, и у него есть твердая вера, того, что Бог сохранит, оградит от всякого зла, защитит, то, конечно, Господь помогает. И ни одного случая не было из истории церкви, как мы знаем, даже во время эпидемии, чтобы человек, приступая к таинствам, к исповеди, к причастию, он именно после этих таинств заражался той или иной инфекцией. Служба массовая, опять-таки, мы, как у каждого, степень веры, она, конечно, разная. И когда человек приходит в храм, то мы обязаны предоставить человеку право выбора. То есть мы не можем навязать человеку волю. Если человек колеблется, если он как-то сомневается, то, конечно, лучше ограничить себя от этих коллективных богослужений. Освященную воду можно набрать возле всех православных храмов 18 января с 11 до 20 часов, 19 с 11 утра и в течение всего дня. В сельских церквях время может быть другим, добавил Дмитрий Патрикеев. Людмила Батюшкина, Данил Заславский, 5 канал.